9 июня 2019 года. Что у нас с вами, друзья, страшнее ртути и цианида? Но вы даже себе представить не можете. Это то, что вы кушаете, то, что вам продают в магазине под видом хороших продуктов. Как нас травят? Ядовитым пальмовым маслом. Сейчас мы поговорим с вами об этом. Европа уже давно отказалась от вредоносного пальмового масла и маргарина, между прочим. Учёные уже доказали, что это абсолютно смертельные яды. А в России пищевые корпорации продолжают безнаказанно травить население. Пищевая корпорация, она производит продукты, которые вызывают смертельные заболевания и в первую очередь, кстати, у детей. Но это самое уязвимое. О том, что пальмовое масло – это яд, сегодня знает каждый. И каждый знает, что вредно есть жареное даже на подсолнечном масле. А вот почему это вредно? Наверное, не каждый из нас объяснит, и всё равно мы продолжаем жарить. А на чём жарить? Если не жарить и не знаешь на чём, то лучше, наверное, вообще отказаться от жареного. Учёные долгое время нам это не объясняли, и лишь некоторые исследования, которые нам согласились опубликовать. Знаете, люди ведь это вообще-то что-то третьего сорта, а не обычные люди на планете, которые имеют голос и все права. Поэтому вот некое объединение нам всё-таки решило опубликовать и ответить на вопрос, а чем же вредно пальмовое масло, которое, собственно говоря, которое у нас везде добавляется в России, его очень много где применяют. При производстве продуктов питания при высоких температурах выше 200 градусов и, в частности, при рафинации и жарке растительных масел и жиров образуются вредные вещества. Это глицидиловые эфиры, а также 2 МСРД и 3 МСРД. Сегодня эти слова ничего не скажут рядовому покупателю. Знаете, надо бы знать, конечно, оно ничего нам не скажет, но хорошо бы всё-таки знать, что это такое. Ведь за этими буковками, циферками, может быть, и скрывается смерть. С косой стоит и поджидает каждого, кто не знает этих буковок и циферек. Между тем, эти вещества были открыты ещё в 70-х годах. То есть, конечно, прошлого века, 20-го. Однако детально изучать их вредоносное воздействие на человеческий организм начали лишь недавно. А сегодня уже все в один голос говорят, что эти соединения токсичны. 3 МСРД и его производные эфиры – это сильнейший яд для мочи половой системы. Он приводит к патологиям почек, вызывает почечную недостаточность и рак органов мочи половой системы. Кроме того, это вещество может вызвать анемию, то есть малокровие, и токсичен для нервной системы. И, конечно, для плода у беременных женщин. Ещё опаснее глицидиловые эфиры. Они поражают генетический материал клетки. Но это самое страшное, как вы можете понимать. То есть их главная опасность состоит в том, что генетические изменения могут передаваться потомкам, которые никогда даже не принимали этих веществ. Фактически младенец рождается уже отравленным пальмовым маслом. Также европейские учёные установили, что глицидиловые эфиры поражают нервную систему, а также приводят к мужскому бесплодию и образованию огромного количества злокачественных опухолей. В каких же пищевых продуктах содержатся глицидиловые эфиры? Оказывается, практически во всех. Начиная с картошки, фри, с жареных пончиков, копчёностей, и заканчивая, казалось бы, безобидными кофе. Чашка кофе, хлеб, тост, лапша. Самая высокая концентрация вредоносных веществ, по оценкам европейских учёных, в снеках, в частности, в солёных крекерах. Глицидиловые эфиры и 3-МСРД образуются при тепловой обработке всех, без исключения растительных масел, но в различной концентрации. Специалисты Международного института науки о жизни классифицировали все рафинированные растительные масла и жиры по содержанию вредоносных фракций на три группы. Первая с низким содержанием 3-МСРД – это подсолнечное, рапсовое, соевое и кокосовое масло. Их употребление в умеренных количествах относительно безвредно. Вторая со средним содержанием 3-МСРД – это оливковое, арахисовое, кукурузное, сафлоровое, хлопковое и рисовое масла. Третья группа с высоким содержанием 3-МСРД – все гидрогенизированные жиры, в том числе маргарин, пальмовое масло, твёрдые фритюрные жиры. Всё это в чистом виде, абсолютный яд. Европейское агентство по безопасности продуктов питания по заказу Еврокомиссии провело огромное многолетнее исследование, чтобы узнать, насколько вредны рафинированные масла. И оказалось, что безопасный уровень потребления такого вещества, как 3-МСРД, составляет 0,8 мг на килограмм массы тела человека в день. Если больше, начинаются опасные последствия, о которых я сказала выше. А вот для глицидиловых эфиров такого безвредного минимума вообще нет. То есть это вещество опасно в любой концентрации, как ртуть или цианид. Его в продуктах питания быть не должно. В принципе, не должно. Когда результаты исследования Европейского агентства по безопасности продуктов питания и Объединенного экспертного комитета по пищевым добавкам были опубликованы в Евросоюзе, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. В торговых сетях в разных странах начался массовый отзыв продуктов питания, которые оказались в буквальном смысле опасными. В мае 2016 года в Италии несколько торговых сетей, в том числе крупнейшее в стране Кауп, сняли с продажи более 200 продуктов питания, в том числе нутелла. Именно на том основании, что в этом лакомстве очень высокое содержание пальмового масла. Уже в нынешнем году в Австрии с продажи сняли детское питание «Новолак», произведенное в Германии и Франции, поскольку в нем обнаружилось высокое содержание 3МСРД и глицидиловых эфиров, потенциально опасных производных пальмовым маслом. Фактически всей пищевой индустрии Евросоюза был нанесен сильнейший удар. Благодаря ученым выяснилось, что на протяжении десятилетий миллионам людей попросту впаривали настоящие яды. После разгоревшегося скандала члены Европейской Федерации масло-жировой и протеиновой промышленности были вынуждены сесть за стол переговоров с европейскими властями и договориться о совместной работе по снижению уровня 3МСРД в маслах. Промышленники нехотя согласились уменьшить содержание глицидиловых эфиров во всех своих маслах до 1 промилле, то есть 1 мг на 1 кг продукции. А уже к середине 2018 года обещали по всей Европе законодательно закрепить жесточайшие ограничения на содержание глицидиловых эфиров в пищевых продуктах и в первую очередь в детском питании. Естественно, производителям придется менять все свои технологии, наработанные десятилетием. Но здоровье населения дороже сиюминутной выгоды пищевых корпораций. Вы в это верите, друзья? Я очень сомневаюсь в таких утверждениях, но ничего не поделаешь. Нам об этом говорят, что пищевые корпорации решили подвинуться и сделать хорошее для детей. Может быть, это хорошее где-то и будет делаться, друзья, но только не в России. В России, наоборот, все делается для того, чтобы стереть население земли с лица нашей страны. К сожалению, в многолетней борьбе, которую ведут ученые и Еврокомиссия против корпораций, в России почти ничего не известно. То есть, если в Европе что-то было изменено, что-то доказано, изменили технологии, то в России ничего не изменилось. В России вообще, знаете, полигон для испытаний. На полках супермаркетов в России по-прежнему полно всевозможных крекеров и печеней, замороженных бургеров и картошки фри, сухих сливок и кукурузных хлопьев. А все это пищевые продукты, которые готовятся исключительно на основе маргарина и пальмового масла. То есть, это опять-таки стопроцентные яды. Корпорации продают эту гадость, богатеют, а народ медленно вымирает. Но когда же власти России вслед за европейскими тоже задумаются о законодательном ограничении масляного производства? Думай никогда, друзья. Думаю, задача такова, что даже трудно вникать в этот вопрос, потому что задачи тех корпораций, которые торгуют на территории нашей страны, они совершенно по-другому думают. И у них задача больше уничтожить и побольше содрать с населения денег. Вот специалисты считают, что самое страшное – это 3МСРД в детском питании. Все знают, что его там много, но ничего не предпринимают. Проблема не решается, замалчивается. Ухудшается здоровье населения, в первую очередь детей и подростков. Наши онкоцентры забиты, рак молодеет. Ну а все эти пальмовое масло и их производные, они продолжают разрушать здоровье. Здоровье ваше и здоровье вашего потомства. Что такое 3МСРД? Это представитель класса веществ, который называется хлорпропанолы. И первый по значимости источник их образования – это жиры. При загрязнении хлором или использовании соляной кислоты в сочетании с нагревом при их получении получаются яды. Классический пример – это высокие концентрации 3МСРД в низкокачественном пальмовом масле. Образуются клеящиеся смолы, используются в производстве нерастворимой бумаги. Вы представляете, клеящиеся смолы, которые используются в нерастворимой бумаге, попадая в желудок ребенка. Что он там делает? Вы же сами понимаете. Это смерть. Может быть, не мгновенно организм будет еще бороться, но это постепенная смерть. Третий источник – это соусы быстрого приготовления. Вы поливаете недорогим соевым соусом рис и думаете, что едите полезное вегетарианское блюдо, при этом не подозревая, что в тарелке смертельная концентрация 3МСРД. А образовался он в соусе при кипячении соевого экстракта в соляной кислоте. Это технология, которая используется для быстрого промышленного получения соевого соуса, чтобы ускорить разрушение соевых белков. И четвертый источник 3МСРД – это различные полимерные упаковки. Самый яркий пример – это белковые колбасные оболочки, которые считаются самыми безопасными. Но при этом мы забываем упоминать, что безопасны они, если изготовлены по дорогой технологии. А в дешевых упаковках очень много 3МСРД. Вот такая ситуация. Друзья, начинайте больше готовить дома. Понятно, что это отнимает больше времени. Но ведь как-то наши родители справлялись с этими вопросами. Как-то деды и бабки наши справлялись. А вы своих детей травите. Не покупайте детское питание, даже если его легко и быстро давать ребенку. Понятно, что это освобождает вас от загруженности, чтобы приготовить ребенку питание. Однако же все-таки готовьте сами. Готовьте сами все, что возможно. Конечно, из молока в магазине, который вы купите, вы никогда не приготовите детский творожок, который раньше можно было приготовить из молока. Теперь нет. Только из молока, который вы возьмете из-под коровы. Ну тогда какие выводы, друзья? Давайте все в деревню. В глуши, в деревне. Все вам скучно. А мы ничем не блестим. Хоть вам и рады простодушно. Это Пушкин. Я Таня Карацуба. Сиитбургхан. Пушкин. Евгений Онегин. Пушкин. 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 Пушкин.